И мне кажется, на самом деле, вот опять же, из разговора с Александром Лазаревым-младшим, странно его называть в контексте, того, что ты здесь присутствуешь, Полина Александровна, мне показалось, что он будет такой вот, со Севым Мартином был такой отец невесты, фильм даже два, вот такой папа, который будет гонять женихов, гоняет? Все его, с моего раннего-раннего детства, когда я только-только начала соображать, кто о чем говорит, все всегда над ним патронивали, говорили, что вот, ты всех перестреляет, всех женихов, что нет никого. Вот я это почувствовал, да, да. Я тоже, в принципе, всегда ожидала, что вот именно будет такая реакция. В этом плане папа меня очень удивил, потому что даже если ему что-то очень сильно не нравилось, а такое бывало, он никогда об этом не говорил, никогда не... Но давал понять? Ну, просто я хорошо его знанию, вот на лбу все написано, ему не надо специально вне... Это странно, что для актера, чтобы у него... Это очень странно, он вообще не умеет врать, абсолютно. Это же, он же лицедей по профессии, как же так. Ну, вот это, видимо, какое-то разграничение вот в жизни и, не знаю, в профессии. А дедушка Александр Владимирович Старший? Такой же лапух, абсолютный, абсолютный, да. Они очень похожи, на самом деле, вот и внешне, и вот по пластике. Я не знаю, я только сейчас стала замечать какие-то внешние сходства, мне всегда говоришь, как они похожи, мне казалось, что они абсолютно разные. Но сейчас вот больше всего папа, конечно, с возрастом становится похож на деда. Я даже не имею в виду какой-то... У него, у них абсолютно одинаковые руки, вот мимика, жесты, и все. И пластика очень схожая. Пластика схожая, да. Но какие-то вот именно душевные качества сейчас вот с годами особенно больше проявляются. Вот если папу, мы всегда там потронем на деда на каких-то вещах, я прям понимаю, что папа это не просто сейчас расцветает в нем, а просто втройне. Какая-то такая вот гиперответственность, гипер... Ну, очень во многих аспектах. Хорошо, а не Маляевым литерейкам? Умеет ваша бабушка скрывать свои чувства? Умеет, да? Да, она со своим присущим чувством юмора выйдет из любой ситуации, заговорит кого угодно. Если ей что-то нужно, она возьмет вас за пуговичку и доскажет все, что она хочет сказать. Ну, в этом она молодец, она никогда никого не обидит и тоже никогда не будет лезть в щиток личную жизнь, сюда предоставит выбор тебе. Но она свое мнение даст понять очень хорошо. Вы так сказали, что вы с ней вместе делали коррекцию зрения. Да. Да, мне очень было понятно, прям вот вместе-вместе или это просто в один год там в одной клинике, либо прям вместе отправились на... Да, у нас были немножко разные операции, все-таки у бабушки было минус 12. Минус 12? Да, и минус 8. Так. Вот. Нет, просто мы как-то все вместе собрались, мы нам все всегда советовали, что мы все так полуслепые, я плохо вижу, папа плохо видела, бабушка тоже. И все нам говорят, что вы мучаетесь с линзами, ну все-таки тяжело на сцене все это, когда софиты все, замучаешься, все это гастроли, либо с этими баночками ездить. Вот, сделать операцию, ну как-то все боялись сначала, а потом взяли и собрались, все вместе пошли в клинику. Все вместе как? Это я, папа и бабушка. А, еще и папа, да, мы все прооперированные. Прям вот таким семейным подрядом отправились в один день? Ну, в один день пошли все вместе просто проверить, что нам надо было там узнать, все, и потом нам назначили дату, когда я все это буду делать, и как-то мы все почти одновременно прозрели. А там же после этой операции, по-моему, ограничение в физических нагрузках, алкоголь, плакать нельзя, по-моему, нет? Нет, там какое-то время, я помню, что мы делали все это зимой, когда все было в таком очень ярком белом снегу, тяжело было, потому что первое там какое-то время очень резкий такой белый цвет. Поэтому мы ходили все с темных очка. Но это все так ничтожно мало ради того, чтобы увидеть наконец все, что можно перетерпеть. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельник по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.